В Москву с официальным дружественным визитом прибыл генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель революционного совета и премьер-министр Демократической республики Афганистан Бабрак Кармаль. На Внуковском аэродроме Бабрака Кармаля тепло встречали. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Прежнев, другие советские руководители. Редактор субтитров А.Семкин Бабрак Кармаль прибыл по приглашению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства. Один из основателей Народно-демократической партии Афганистана Бабрак Кармаль активно участвовал в подготовке апрельской революции 1978 года, а после ее победы внес важный вклад в составление и реализацию программы коренных политических и социально-экономических преобразований в стране. И новый этап в развитии апрельской национально-демократической революции, вся сегодняшняя деятельность партии и народа по защите завоевания революции и строительству новой жизни. В Советском Союзе знают и ценят революционную деятельность и интернационалистскую позицию Бабрака Кармаля, его вклад в дело укрепления братской дружбы и всестороннего сотрудничества между народами наших стран. В Кремле состоялась встреча Леонида Ильича Брежнева. В атмосфере сердечности, дружбы и полного взаимопонимания проходили советско-афганские переговоры на высшем уровне. С советской стороны переговоры вели товарищи Брежнев, Тихонов, Громыко, Андропов, Пономарев и другие официальные лица. С афганской стороны товарищи Кармаль, Каштмант, Зерай, Ратебзад, Дос, Трофи, Барьялай. Было выражено глубокое удовлетворение успешным и плодотворным развитием советско-афганских отношений. Город на Неве, Ленинград. Легендарный крейсер Аврора. Его выстрел в 1917-м возвестил о приходе новой эры. Десятилетие спустя революционное эхо отозвалось и в Афганистане. Афганские гости словно бы прикоснулись к истокам Октябрьской революции. Смольник. Отсюда Ленин руководил победоносным Октябрьским восстанием. В этом зале была провозглашена власть Совета. Кабинет Ленина в Кремле. Сюда сходились нити руководства внутренней и внешней политикой первого социалистического государства. Его мужественной борьбы против вооруженной агрессии империалистических держав. Молодая Советская Республика аннулировала все царские соглашения, ущемлявшие суверенитет народа Афганистана. Это было в 1919 году. Ленин писал в Кабу. С первых дней славной борьбы афганского народа за свою независимость, рабоче-крестьянское правительство России не замедлило признать новый порядок вещей в Афганистане. Торжественно признала его полную независимость. Тяжелобольной после ранения Ленин последние годы жизни работал в горках под Москвой. Это было трудное для Советской России время. Но к своему интернациональному долгу страна всегда относилась свято. Из Кабула Емир Аманула писал Ленину. Вы, мой великий и любезный друг, президент великого российского государства, взяли на себя почетную и благородную задачу заботиться о мире и благе людей. И провозгласили принцип свободы и равноправия стран и народов всего мира. Мавзолей Ленина. Дань признательности великому революционному теоретику и практику основателю КПСС и Советского Государства. Во время поездки по стране Бабрак Кармаль встречался с видными партийными и государственными деятелями Советского Союза. Член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского окома КПСС Романов, рассказал о славных делах города Труженика, города Героя, о подготовке партийной организации области к 26-му съезду партии. Кандидат члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Шеварнадзе, познакомил афганских гостей с многовековой историей грузинского народа. Его успехами в различных областях, экономике, науке, культуре, достигнутыми за годы советской власти, поведал о нынешних свершениях и планах. С афганскими гостями делились опытом и знанием. Повсюду их встречали тепло и сердечно. В МГУ, на Ленинских горах, на митинге советско-афганской дружбы, разлучало страстное слово солидарности советских людей с борьбой афганского народа. Сегодня, в этот знаменательный день, который надолго останется в нашей памяти, мне хотелось бы выразить уверенность, что ваш визит в нашу страну будет способствовать укреплению дружбы наших народов. Мы прибыли в вашу великую страну, страну советов, заявил Бабра Кармаль, с первым зарубежным официальным дружественным визитом после начала второго этапа апрельской революции. Он рассказал о том, какая обстановка сложилась ныне в стране, о той работе, которую проводят партия и афганское правительство по сплочению нации и привлечению на сторону революционной власти самых разных групп населения, включая ремесленников, патриотически настроенного духовенства, молодежи, купцов, национальных предпринимателей, всех народностей и племен. Костяк новой власти – сама народно-демократическая партия. В условиях, когда враги революции ведут необъявленную войну против Афганистана, требуется особая бдительность, мужество и самоотверженность, и партия может по праву гордиться своими активистами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для решения сложных социально-экономических задач, стоящих перед Афганистаном, нужны квалифицированные кадры. Тысячи афганских юношей и девушек получили образование в советских высших и профессиональных учебных заведениях. Но брат Тармаль встретился с теми из них, кто сегодня учится в Москве. Он напомнил о том, как важны знания для страны, в которой до революции более 90% населения не умели читать и писать. Родина ждет, когда они вернутся отличными специалистами своего дела и активно включатся в строительство нового Афганистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова